История о 28 панфиловцах, якобы героически уничтоживших около двух десятков немецких танков при обороне Москвы в 41-м, известна многим. В летописи войны немало документальных пробелов, из-за которых возникают иногда разные трактовки одних и тех же событий. Но только не в этом случае. В действительности никаких 28 панфиловцев не было, а их подвиг – это выдумка советской пропаганды. Самое интересное, что Госархив России рассекретил для всех желающих документы, разоблачающие каноническую советскую историю о 28 героях-панфиловцах. Эти документы даже содержат анекдотические курьезы. Так, например, один из 28 панфиловцев, указанных в списке погибших солдат, Иван Добробабин, был арестован за измену родине. Он подтвердил, что никаких подвигов не совершал и добровольно сдался в плен немцам и служил у них начальником полиции в селе Перекоп Харьковской области. Странно, что несмотря на очевидные факты, многие все еще продолжают упорно верить в оригинальную версию мифа о панфиловцах и даже снимать об этом кино. В 2016 в России вышел фильм об этом псевдоподвиге, половина средств на которые была собрана, вы не поверите, краудфандингом. То есть многие россияне не просто готовы обманывать сами себя, но еще и щедро это спонсируют. И это при том, что официально российские историки опровергли миф о 28 панфиловцах документальными свидетельствами. Правда, другие официальные лица, например, одиозный министр культуры Мединский, в ответ на развенчание мифа назвал официальную версию святой легендой, которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые. Ну так директора Госархива России Сергея Мироненко, видимо, еще никто не называл. Его, кстати, в скором времени после публикации документов попросту уволили. Но тот факт, что не все в России больны победобесием, конечно же, радует. Хотя в целом российская общественность неохотно и со скандалом воспринимает появление документов, которые раскрывают истинное положение дел в хрестоматийных, казалось бы, исторических ситуациях. Однако, давайте разберемся подробнее. Что же все-таки не так с панфиловцами? История любопытная. 16 ноября 1941 года 4-я рота 2-го батальона 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии вступила в бой с немецкими танками. Рота героически сражалась. Погибли почти все. Более ста человек. Через несколько дней корреспондент красной звезды Каратеев случайно встретил у штаба 16-й армии комиссара дивизии Егорова, который пересказал Каратееву историю героического боя, услышанную им от комиссара полка, который сам в этом бою не участвовал. Приехав в Москву, Каратеев рассказал о бое редактору газеты Ортенбергу. Он уточнил, что рота была неполной, так что там, вероятно, было человек 30, но двое оказались предателями. По словам Каратеева, именно так и появилось число 28. Из 30 вычли двоих. 27 ноября в Красной Звезде вышла небольшая заметка гвардейцы Панфилова в боях за Москву. Статье рассказывалось о героизме панфиловской дивизии и в особенности о бое пятой роты. На следующий день, 28 ноября, о подвиге панфиловцев рассказывала уже передовица Красной Звезды, написанная литературным секретарем газеты Кривицким, который знал о бое исключительно со слов Ортенберга. Статья называлась «Завещание 28 павших героев». Когда место боя освободили от немцев, Кривицкий по заданию Ортенберга отправился выяснять подробности подвига в полк. На месте боя нашли три тела. Назвать фамилии погибших командир не смог. Кривицкий получил список от командира четвертой роты Гундиловича. Но откуда тот их взял, неизвестно. 22 января 1942 года в Красной Звезде вышел подробный очерк о подвиге, где впервые назывались фамилии 28 героев. Именно в этой статье появился политрук Клочков, который произнес легендарную фразу «30 танков, друзья, придется всем нам умереть, наверное. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». В статье Кривицкий писал, что подробности узнал у умирающего бойца Натарова, но позже признал их собственным литературным вымыслом. 21 июля 1942 года всем 28 панфиловцам посмертно присвоили звание Героев Советского Союза. За несколько месяцев до этого один из бойцов, которого считали погибшим героем, был арестован. Даниила Кужебергенова обвинили в том, что он добровольно сдался немцам в плен. Он признался, что он тот самый Кужебергенов из списка 28 панфиловцев, но в бою не участвовал. В ноябре 1947 года арестовали Ивана Добробабина, который тоже якобы погиб в легендарном бою. Его обвинили в измене родине. По словам следователей, Добробабин сдался в плен немцам и в 1942-м стал начальником полиции в селе Перекоп Харьковской области. В 1943-м Добробабина арестовали советские органы, но он сбежал и снова вернулся к немцам и занял свою должность. Когда выяснилось, что живы еще несколько людей из списка героев, было решено начать проверку обстоятельств знаменитого боя. Доклад по результатам разбирательств был подготовлен в мае 1948 года главным военным прокурором вооруженных сил Афанасьевым и в июне передан Жданову. В документе черным по белому написано, что история о подвиге 28 бойцов дивизии под командованием генерала-майора Ивана Панфилова не соответствует действительности и является вымыслом журналистов газеты «Красная звезда». Скан справки доклада главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева опубликован полностью на сайте Госархива Российской Федерации. Публикация документа стоила должности директору Госархива Сергею Мироненко. Однако документ снова засекречивать не стали. В описании к видео вы сможете найти ссылку на страницу, где размещен скан справки доклада. Почитайте, это очень занимательный документ. Странно, что россияне пропускают мимо ушей абсолютно любую правду, если она противоречит их мировоззрению. Говорят, что индейцы Америки в упор не видели корабли Колумба, потому что это не укладывалось в их картину мира. Так и русские напрочь игнорируют объективную реальность и обречены всю жизнь существовать в парадигме так называемого особого русского пути, где Москва-третий Рим, русский миролюбивый народ, царь хороший, бояре плохие, Запад хочет поработить Россию, украинцы и русские один народ, во Второй мировой героически победил исключительно СССР и так далее и тому подобное. Существует некоторый спрос со стороны общества на поддержание такого героического образа самих себя, не агрессивных, защищающихся, всегда являющихся жертвой нападения, но в случае внешней агрессии, мобилизующихся вокруг власти. Это общество, главная ценность которого – героическое самопожертвование ради сохранения всего целого, каким бы уродливым оно ни было. Говорят, что неизвестных судеб Второй мировой среди американских и европейских солдат наберется всего несколько десятков человек, в то время как в картотеке без вести пропавших солдат СССР на сегодня около двух миллионов душ. И единственная причина этому – это то, что о людях в России никогда не думали, не думают и думать не будут. Такое впечатление, что мифы – это единственное утешение русского человека. Его – одна лишь правильная религия. Но тогда этому стоит только посочувствовать. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Всем добра и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok